Юмчу на бэшечке, бэшечке-купэшечке, развеселый мальчуган, весь одет в Сен-Лоран. Юмчу на бэшечке, бэшечке-купэшечке, развеселый мальчуган, весь одет в Сен-Лоран. Всем привет! Снова я на связи. Сегодня у нас на обзоре вот эта маленькая-маленькая прекрасная машинка BMW 1. Единичка в кузове Е81. Наверное, нет такого человека, в принципе, который не знает, что такое BMW 1. Лично я вот, когда смотрел на нее там со стороны, видел ее, мне никогда ее не хотелось. Тройку хотел, там, С-шку хотел, но вот Единичку никогда в жизни я не мог о ней, там, мечтатель, вообще, ну не хотел, я не знаю. Для меня она была как, не знаю, что-то типа Deo Matisse, там, Nissan March, ну вот в подсознании вот такая ерунда. Но судьба распорядилась таким образом, что она у меня появилась. В общем, я ее купил. И мое представление об этой машине изменилось в один момент. Я ехал в Краснодар. Я выезжаю из СБС, Новороссийская улица, ну наши местные это все знают. Там есть такая дорога, где эти, железнодорожные такие рельсы, в общем. И вот ты переезжаешь эти рельсы, и там такие ямы, бывают ямы, ну реально вот такие глубокие. И получилось как? Я еду, херачиваю там, ну я не помню скорость, ну нормальная скорость, не буду говорить, что там 150-200, ну плюс-минус сотка, где-то вот так вот, около того. Я не буду врать. И получается, вот я еду, сами понимаете, в городе такая скорость, как бы, ну ни хера себе, там все летают по этой улице обычно. Я переезжаю вот эти рельсы, и получается так, что я вижу вот прям вот, тут яма огромная просто. Я понимаю, что если я сейчас попаду в нее колесом, то я останусь либо без колеса, либо без резины с погнутым диском, либо, блин, ходовку оставлю. Я не потому, что я хороший там водитель, я просто на автомате, я успел только глянуть в зеркало и просто руль резко вправо дернуть и влево. То есть это было примерно вот так, вот так, вот, вот такое движение сделал, резко, то есть не плавно, резко, право-лево. И как я охерел, когда эта машина осталась в своей полосе. В общем, в тот момент, когда я понял, как она рулится, я просто охерел. Я ехал еще в шоке просто, я радовался как ребенок, реально, блин. Ну, я никогда не ездил за таким автомобилем, который действительно вот так рулится. Обычно где-то даже на каком-то там виадук едешь, в поворот затяжной там, и тебя немножко кренит. В этой машине такого нет. То есть я не говорю, что она, по сути, в общем, в двух словах, это городской картинг. Если в двух словах, это городской картинг, это действительно так. У нее три двери, то есть, ну, передние две, и багажник каким-то хером считается дверью, меня это бесит. Почему багажник это дверь, что за чушь, блин, я не понимаю, ну, тем не менее. И вот кузов у нее за счет того, что две двери, соответственно, здесь, ну, видите, как жесткий кузов, рулится она просто божественно, просто божественно рулится. Я не знаю, блин, ну, чтобы понять вот мои эмоции, надо покататься на ней, просто покататься. Цена у нее, ну, примерно, средняя цена 400, это где-то там, восьмой год, эта машина восьмой год, 450, там, ну, плюс-минус. Зависимо, зависит от состояния, от комплектации. Еще в чем прикол, именно трехдверного хэтчбека, когда открываешь, покажи, пожалуйста, ближе, у нее безрамочное остекление идет. То есть рамки нет, открываешь, стекло сейчас на сантиметр, на полсантиметра опустится вниз, вот, я просто ничего не нажимаю, беру, открываю, вот раз, у нее стеклышко ушло. И этот механизм работает безукоризненно, я не знаю, сколько тут сотен тысяч раз там надо открыть, чтобы он вышел из строя, просто идеально работает. Я пытался резко дернуть, ну, это же вот эксперимент, вот резко, вот, моментально срабатывает, вообще офигенно. Выглядит это вот так, это очень красиво, безрамочное остекление, придает дороговизны, кстати, очень сразу автомобилю. Ну, прям классно, очень, очень крутой эффект, офигенно. Это единственная машина, единственная машина в своем классе, у которой полноценный задний привод, единственная. Мерседес такого предложить не может, Ауди предложить такого не может. Корейцы, японцы, ну, это смешно, то, естественно, нет. Поэтому эта машина, это в своем роде эксклюзив за свои бабки, вообще. Пусть она маленькая, да, она не выглядит дорого, я ничего не говорю, но она классно выглядит. Что можно купить с задним приводом с превосходной управляемостью? Да ничего, вот только единичка. Эта машина, несмотря на свою не особо богатую комплектацию, дарит офигенные эмоции. Объясню, почему. Тут надо понять философию BMW. Например, в Мерседес ты покупаешь, ты просто наслаждаешься ездой, комфортно, вальяжно едешь. BMW люди покупают, чтобы получать удовольствие за рулем. По сути, что самое главное в машине? Вот самое главное. Это, первое, безопасность, правильно? Правильно. Второе, это, опять же, рулежка. Как она рулится в каких-то экстремальных ситуациях, как у меня была. Это просто, это очень важно, на самом деле. Здесь самое главное, это рулежка. Насчет ремонта, я хочу сказать. Конкретно вот здесь стоит 1.6, двигатель N45, Николай 45. Есть еще Николай 46, N46. Не путать серии M. M это офигенные надежные моторы. N это такие термонагруженные, температуронагруженные двигатели, горячие. Вот, берем N45 1.6 и N46 2 литра. Почему я советую взять именно вот такой, N45? Во-первых, нет вальватроника, который умирает там раз, я не знаю, там, сколько это тысяч, раз в 30, в 20, в 10, только вот смотря, сколько он ходит. Стоит эта херня, это такой моторчик, вот такой небольшой, 10 тысяч, я его покупал новый, менял. То есть, если он выходит из строя, машина просто дальше, там, больше 20 км в час практически не едет. Ты давишь в пол, она вообще не едет, ни в какую. Это геморрой. Мне кажется, это, ну, это не нужно. Дальше. Этот двигатель не горячий. В отличие от N46, также по нарастающей, там, N52 и понеслась. За счет того, что двигатель не горячий, у него не ссыхаются сальники клапанов. То есть, и нет масложора. И масложора здесь вообще нет. Вот просто его нет, от слова вообще его нет. На этой машине где-то около 5 тысяч уже проехали, ни грамма масла не доливали. Ни грамма вообще. Поэтому это все миф. То, что BMW там сосет бабки. Кстати, не вложено ни копейки. Я вот, когда взял ее, я что сделал? Я затонировал бока. Это полторы тысячи. Я сделал кодировку. Кстати, в чем еще кайф BMW? Можно очень много всего кодировать. Например, здесь, когда у тебя включен ближний свет и туманки, перемиги. При моргании дальнем у тебя перемигивание, как стробоскопы. Ну, я думаю, вот в отступлении, когда Бэха ехала, вы уже это увидели, что как стробоскопы действуют. Опять же, American Look называется вот эта функция. Ее мы долго не могли активировать. То есть, едешь, горят габариты. То есть, ну, поворотники играют роль дополнительных габаритов. За счет этого, ну, морда у нее сама узенькая, но за счет этого морда становится визуально пошире и более агрессивный вид такой, более интересный становится. Также здесь еще есть у них обвес, M-обвес. Но лично мне на единичке не нравится вообще M-обвес, потому что, ну, эта машинка вот такая должна быть. Вот именно такая. Может быть, чуть-чуть занижена. На хороших колесах, как здесь, 17-е колеса, это самое то вообще. 225-45-17, если не ошибаюсь. Да, 225-45-17. За счет заводских колес, у нее 16-е, по-моему, но на 17-х она рулится просто божественно. Они чуть пошире, побольше, рулежка просто отменная. В чем еще прикол BMW, опять же, можно взять самую бедную комплектацию, самую бедную, без мультируля, не кожу, ничего. И просто это все доделать, и это не будет колхоз. То есть все, ты, например, вот нет у тебя, к примеру, мультируля у тебя нет. Ты просто снимаешь старый, продаешь, покупаешь новый себе мультируль, приезжаешь к кодировщику, отдаешь за это немного денег, может быть, тысячи, две, три, тебе это все кодируют. Все, у тебя все работает. Нет у тебя климата. Покупаешь блок климата, да, там с геморроем, там много чего разбирать надо, но опять же, полноценно все работает. Без каких-то там дополнительных там колхозных вещей. Здесь у нас салон не кожа. Вот полностью кожаный салон, полностью, в идеальном состоянии на Авито тресадка стоит. Просто, причем будут электрорегулировки. Все подсоединяется, все работает. То есть будет все работать. В этом плюс. То есть можно делать все, что угодно. Опять же, там стоит кармашек у нас в торпеде, вот покажи. Вместо него можно поставить просто монитор. Родной монитор. Будет полноценный монитор. Будет вообще офигенно. Вот, есть у тебя на Солярис? Поищи вот такую вот, поищи. В ней 8 подушек безопасности. У нее металл. У нее не фольга, как у Солярисов. Это металл. Это реально металл. Она не ржавеет. Она не подвержена коррозии. У меня был скол на капоте полгода, зима причем, ничего не изменилось. Ни ржавчина, ничего. У нее шикарная вообще антикоррозийная обработка. Просто на 5 с плюсом. Поговорим про коробки. Коробки идут двух видов у них. ZF и GM. ZF, вот самая главная разница, слушайте. ZF, она работает мягче. Она более шустрая. Но она в случае малейшей поломки всегда стоит в аварию. GM коробка, которая стоит здесь. Она идет с моторами 2 литра и 1.6. Ставится только GM. Она более грубая, туповатая. Но она неубиваемая. Она просто неубиваемая. Она как у Мерседеса есть 5G-троник вечный. Вот это то же самое. Такая коробка GM стоит 55 тысяч. Это нормальная живая коробка будет. Работа, масло, это в 70 все станет. Мне поменяли. Вот вы сейчас охереете все. Я привез. Через 3 часа я забрал. 3 часа делов я забрал. Машину полностью с помененной коробкой вообще. Также сюда сме... Вот если у тебя стоит GM, смело можно ставить ZF. Можно в легкую. Опять же кодируется. Все, у тебя ZF. У тебя на этом моторе стоит ZF. Хочешь механику? Пожалуйста. Все. Вообще запчастей на нее валом. Куча. Я не знаю. Ну, конечно же, и бэушных, и новых. По ходовке вообще все в наличии практически. Я не знаю. Ну, какие-то, может быть, вещи придется ждать. Практически все в наличии. У нас в России как? Встречают по одежке. Правильно? Правильно. Ты приезжаешь на какой-нибудь, я не знаю, Kia Optima за 2 ляма? Или на BMW за 400-500? Ну, согласитесь. Ну, BMW, ну как? BMW делает вещи. Ну, реально, она смотрится намного презентабельнее, представительнее, чем любой-любой самый дорогой кореец. А вот, вот, кстати, она и поехала, блять. Вот, кстати, она и поехала. Ну, и что, она задранная, как корова на льду неуклюжая. И вот эта малышка. По тюнингу, если сейчас просто ее чуть-чуть занизить, чуть-чуть занизить ее, и просто полирнуть, и все. Она вообще, в ней ничего не надо делать. Ничего не надо. Музыка у нее охеренная. Два сабвуфера под сиденьем. Восемь подушек безопасности. То есть, ты садишься, у тебя вроде бы ничего нет. Нет каких-то супер там подсветок, приборов. Но тебе настолько классно за ней. Посадка идеальная, охеренная. Спортивная посадочка. Руль маленький, удобный. В отличие от Мерседесов тех же, которых руль огромный. Только в AMG у них идет более-менее симпатичный руль. Есть все в ней. Вообще все. Опять же, здесь у нас фары не ксенон. Покупаешь ксеноновые, ставишь, кодируешь. Все, у тебя ксенон. Ничего не надо колхозить. Запомните, обсирать BMW можно только в одном случае. Потому что они поддерживают ЛГБТ-сообщество. Ну, как бы, это шутки такие, ну, похер. В основном у них что из проблем? Лично для меня это отсутствие запаски. Вот, то, что меня клинит. Почему? Это первое у меня. Я говорю, два недостатка по BMW. Нет запаски. Здесь у нас нихера нет. Только аккумулятор. И все. И все. И нет, что делать, если ты пробьешь колесо, я не знаю. Ну, у них идет RunFlat технология завода. Но эта резина RunFlat стоит очень дорого. И для нашей страны, блядь, почти что же третьего мира. Покупать регулярно себе RunFlat, это, извините меня, блядь, нихуя себе. Это дорого. И плюс она дубовая. Если ты пробил ее, едешь на впущенном этом RunFlat, она попал в ямку. У тебя шишка. Ой, короче, геморрой-то кончен. Она шумная, тяжелая. Уебище, короче. Это первое. И второй недостаток. У нее нет щупа. У этих машин, у этого поколения Е серии, у F следующих уже есть щуп. У этих нет. И у них только, у них на приборке, ты смотришь, электронный, ну, датчик показывает уровень масла. И я ему не верю. И на форумах до хера людей положила движки. То есть, ты заводишь машину, проверяешь масло, у тебя показывают по максимуму, ты даешь газику, поехал, херак, все, клина, блядь, приехал, пожалуйста. И BMW сама заявила, что эти датчики переживут тебя. Типа, они там настолько надежные, но это ни хера не так. Поэтому, вот два минуса. Это нет щупа, потому что я мужик, и я хочу, блядь, посмотреть руками, сколько там масла. И нет запаски. Докатки хотя бы нет. Вот это два единственных недостатка, которые я считаю, у BMW. Главная особенность этой машины, это ее рулежка. Развесовка 50 на 50. То есть, аккумулятор почему в багажнике, чтобы достичь идеальной развесовки. По осям 50 на 50. За счет этого ты рулишь, ну, вот как картинг. Если вы катались на картинге, ощущения очень похожие. Только на картинге ты не покатаешься по городу, а здесь ты вот просто покупаешь себе там до пятидверку, трехдверку, неважно. Там особой разницы прям не будет. И просто, и ты с кайфом управляешь. Те, кто, допустим, как я, не любили ее, не рассматривали ее, прокатитесь, поедьте, посмотрите, прокатитесь, вам понравится. Ну, реально, как картинг, это единственное сравнение. Вот городской, сука, картинг. Пробега сколько, кстати? 260? Ну, 250 тысяч. 250 тысяч пробега. Опять же, вот еще такой момент. 250 тысяч. Что станет с вашим Солярисом? С обшивкой. Конкретно вот с этим местом. Вот здесь настоящая кожа. По-моему, Nappa здесь, если не ошибаюсь. По-моему, Nappa вот здесь. Кожаный руль настоящий. Настоящий кожаный подлокотник. В отличие от Мерседесов, которые вот идут в этих годах с конченным дермантином. Вот. Пожалуйста. Салон, ну, в офигенном состоянии. Ну, руль чуть-чуть-чуть-чуть там потерт. Ну, это, я не знаю. Если смотать его до 140, никто не поймет на самом деле. Вообще не поймет никак. Поэтому по пробегу судить очень глупо. Вот вам, пожалуйста, настоящий ее пробег. И то, херу, может он и смотанный. Вряд ли, конечно, я его пробивал там и по автотеке, и так мы пробивали. Все бьется по родной пробег. Но, тем не менее, пожалуйста, вот состояние салона. Все, вот. За этой машиной никто не следит прямо вот так, чтобы там пылинки с ней не сдувать. Она эксплуатируется, завел, поехал. Все. И все. Опять же, я в ней что сделал? Я поставил диоды в туманке. Диоды ближний-дальний. Тонировочка. Что-то я еще там поменял. Ну, какую-то ерунду я делал вообще. Там масло от Макса не поменял. И все, расходники. Бывает, выходит у нее ошибка по Ваносу. Она то есть, то нет. Но, опять же, Ванос стоит. Ну, лучше, конечно, уже новый взять. Ну, 12 тысяч. Ну, и что это, блин? Это деньги прям такие, что ли? Ты едешь в машине, которая безопасная, которая, возможно, тебя спасет когда-то. Или ехать в Солярисе. Зато дешево. Самое главное – это жизнь и здоровье. Поэтому на таких вещах экономить нельзя. И я считаю, что если есть хотя бы небольшая возможность, вот, купить такую машину, рискнуть, попробуйте. Тем более, как говорится, жизнь слишком коротка, чтобы кататься на скучных автомобилях. Так что вот, с вами был я. Я вернулся. Подписывайтесь. Скоро будет новый обзор. А я поехал монкировать. Всем пока. Вы что, ебанутые, что ли?